Вот ты где! Привет! Диван выдержит? Да, пролезай. Уместились. Я не слишком тяжелая? Да ты как перышко. Это комплимент. Мы попивали пиво из горлышка. И тут я решила вспомнить молодость. Я вспомнила еще один тип 20-х мужчин. Интересно, эта штука не мешает целоваться? Хочешь попробовать? Целовался он классно. Алло! Я умираю. Что случилось? Правда, я умираю. Меня укатали во всех возможных позах. Если ты будешь продолжать в таком духе, придется брать с тебя поминутную оплату. Пока я искала початую пачку Мальбора, Саманта рассказала мне подробности ночи с Джоном. Сначала я сверху, потом он сверху, я на боку, он на боку? Боже мой, да. На спине, на боку, на лице. Ты когда-нибудь пробовала? С фарсонок не могу вспомнить. Попробуй немедленно. Это ни с чем не сравнимо. Эти 20-летние мужчины, они на такое способны. А что у вас с Сэмом? Мы целовались. И только? Не только. Мы целовались пять часов подряд. В клубе. У выхода из клуба. На углу клуба. Я уже забыла, как приятно просто целоваться. Даже если на сон осталось всего лишь два часа. А я вообще не спала. Саманта продолжала рассказывать про свои сексуальные эскапады. А я взглянула на свою руку. На ней синими чернилами был написан телефон Сэма. Мне страшно захотелось позвонить. Но мы только что расстались. И у меня еще болели губы. Что за внезапное желание? Может быть, мужчина чуть за 20? Наркотик нового поколения? Конечно, Саманта, Миранда и я были не прочь провести весело время. Но может быть, мы вляпались во что-то, с чем не можем справиться. Допустим, нас по разным причинам тянуло к мужчинам моложе нас. А что они видят нас? Женщина за 30 очень благодарна. Какую бы дурацкую мелочь ты ни сделал, она будет всегда довольна. Джек Льюис, 25 лет. Играет на басу и выгуливает собачку. Он здорово делает минет и разбирается в винах. Рик Стейн, 27 лет. Биржевой аналитик. Они напоминают мне маму. Тим Уокер, студент-медик. Они зрелые личности и знают, чего хотят. Мне это нравится. Скиппер Джонсон, 27 лет. Веб-дизайнер. Очень просто. Интимный опыт. Фред Кинг, 17 лет. В конце недели мы с Мирандой делились впечатлениями. Может, нам лучше встречаться с ровесниками? А где их взять? В Нью-Йорке давно нет свободных 30-летних мужчин. Мэр Джулиани давно депортировала их вместе с бродягами. Так в чем же дело? Молодым мужчинам с нами безопаснее. Все дело в сексе. В старомодной, в лучших традициях. С желанием ублажить и услужить. Секс. Но у нас нет никакого секса. Мы только целуемся. Ну и в чем проблема? Это просто каприз. Мы же не выбиваемся из своего обычного графика. О, кстати, мне пора. Уже? Опаздываю на встречу с редактором. Пока. Пока. Я не стала признаваться, что отменила обед с редактором. А вместо этого пошла в Банановый Репаблик выбирать Сэм и рубашку. Пока мы ее примеряли, я подумала. Он милый, веселый. И я ему нравлюсь. А что, если это больше, чем каприз? Может, мы можем встречаться как взрослые? Прошу вас. Это вам не гамп. Да пошел он. Кстати, о взрослых. Но не...